Люди с ограниченными возможностями физического здоровья не могут вести полноценный образ жизни. Они зачастую остаются изолированными от общества по причине недоступности многих мест, сложности получения образования и ряда других проблем. Чтобы решить эти вопросы, нужны дополнительные ресурсы, так как средства, выделяемые из госбюджета, в основном уходят только на социальные пособия. Несмотря на то, что Конвенция о правах инвалидов была принята и некоторые работы по созданию условий для людей с ОВЗ ведутся, проблемы с доступом ко многим местам всё так же беспокоят конкретных людей. Согласно условиям, предписанным Конвенцией о правах инвалидов, в планах стройки новых объектов должны учитываться пандусы и специальные сооружения для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, есть вопросы о получении образования. Так, около 90% инвалидов безработные. Из 30 тысяч детей с нарушениями здоровья только несколько тысяч посещают школы. Получается, что почти 20 тысяч детей не имеют возможности получить соответствующее образование. Это приводит к тому, что в будущем они не смогут трудоустроиться. Три-четыре года назад существовала хорошая традиция. Детей инвалидов обучали компьютеру, взрослых трудоустраивали. В общем, этих людей принимали в обществе довольно таки тепло. Как обстоит с этим дело сейчас? К сожалению, эта традиция в настоящее время приостановилась. Но премьер-министр недавно вновь поднял эту тему и поручил соответствующим органам проработать этот вопрос. И в скором будущем государственные органы будут готовы выдавать какие-либо квоты для трудоустройства людей с ОВЗ. Вопрос социализации людей с ограниченными возможностями здоровья тоже стоит во главе угла. Всем известно, что большинство инвалидов изолировано от общества. Этому причина – несоответствие условий и непринятие их общества. А ведь особенные люди тоже желают, как и все, работать, участвовать в различных мероприятиях, и чтобы на них не смотрели, как на особенных, а принимали их, как и всех обычных людей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в детских садах и в общеобразовательных учреждениях были выделены квоты для того, чтобы особенные дети тоже могли, как и все, ходить в эти учреждения. К сожалению, в нашем обществе есть некоторые стереотипы о том, что если человек имеет какие-либо проблемы со здоровьем, то он автоматически становится изгоем. Но мы стараемся решать эти проблемы. За последние пять лет в стране число людей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 10%. Количество детей с врожденными патологиями среди них очень большое. Это происходит из-за того, что молодые мамочки не встают вовремя на учет, неправильно питаются, а некоторые и вообще ведут неправильный и вредный образ жизни. Нет также полноценных условий для лечения и реабилитации людей-инвалидов. Этот вопрос подняли депутаты от фракции СДПК на заседании комитета. Однако Минздрав ответила тем, что в некоторых регионах проблема с ремонтом и созданием необходимых услуг для особенных людей в настоящее время решается. В Джалалабаде есть три реабилитационных центра. В Баткене один под названием НУР. В Козылке тоже один центр. Ещё есть центры по реабилитации в Високульске, Чуйске областях. И отдельно ещё несколько центров есть в Бишкеке. В настоящие дни в стране насчитывается более 181 тысячи людей с ОВЗ. Из них 29 тысяч несовершеннолетние. Пособия для особенных детей с июля прошлого года повысились на 33%. Кроме этого, с начала 2019 года родителям детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, тоже стали выплачиваться так называемые зарплаты в размере 4900 сомов. Бегаим Бегалеева, Эль-Чебек Каштообаев, Новости Ошпери.